Восвитая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Завтра, а пошний день, подача у Центральную выборчую комиссию документов на регистрацию инициативных групп по вылучению кандидатов у президенты. Таким чином, выборчая кампания переходит на наступный этап. Меж тем, у населенных пунктах Гомельской области вызначены места, где заборонено пикетование с метой сбора подписов у выборщиков. Отповедные решения приняты Гомельским городскими районными выканавчими комитетами. Они будут размещены на официальных сайтах и опубликованы в мясовых друкованных сродках массовой информации. Рашения уступят усилу с 23 липня и будут дейничать до 21 жюня у Ключна. На проведение пикетов по сбору подписов у инших местах специального дозволу не потребуется. Нагадаем, выборы президента Республики Беларусь призначены на 11-е Кастрычника. Сегодня у Гомелье отбылось посаджение коллеги областного управления МНС. На им были разледжены выники работы органов и подразделений у паназвычайных ситуаций Гомельской области за первое по угоде 2015 года. У делу коллеги приняли керавники и работники аппарата областного управления МНС и его структурных подразделений, а так само министр паназвычайных ситуаций Республики Беларусь Владимир Вашченко. Ее надзначу, у опошние годы в нашей краине назирается становчая динамика снижения колькости пожаров и гибели на их людей. Что отыщется Гомельщины, наш регион по многих удельных показчиках выглядая наибольшь показально в паровнании с іншими областями краины. За опошние пять годов тут отрымалося снизить на 30% колькость пожаров и загинувших на их людей. Подобный становчий выник досягнутый, дякуючий активной сумесной працы аппарата областного управления МНС и его структурных подразделений, мясовых органов улады и усих субъектов профилактики. Варто отзначыць, подчас коллеги подкресливается, спыняться на досягнутым не треба. Пакуль трагеды усе ж таки отбываются и гинуть люди, необходно шукаць больше эффективные методы и способы працы у тымлику и профилактичной. До речи, в опошний час, в серед мероприемству, накерованных на попереджение несчастных выпадков, наибольшь выниковыми изъявляются непосредные промызу встречи с насильництвом. Информационно-аналитическим центром при администрации президента проведены исследования, аналитика, и она показывает, что люди действительно воспринимают непосредственно прямое общение с ними, посредством встреч в трех коллективах, посредством поведения сельских сходов, и непосредственно встречи на Мехдворах, в непряженной беседе, разъяснения, объяснения. То есть мы продолжаем ту работу, которая способствует внедрению, созданию людей понимания, к чему приводит безопасность, понимания, к чему приводит халатное отношение к собственной безопасности. И там, где мы сумели достучаться, есть результат. Завершился деловой визит официйной делегации Гомельской области у Итальянской республики. Представники улады и бизнес-кола у региона напереда дни наведали Парму, где побывали на предприемствах по вытворчасти сыра «Пармезан» и вяндлены «Прашутто». Финальной кропкой официйной встречи у Парме стало подписание погоднения помеж провинцией Парма и Гомельским облвыконкамом обгандливо-экономичным, науково-техничным и гуманитарным супрационництвем. Подчас программы «Задай пытанье уладзе» на хвалях Радео Гомель Плюс обмерковывали тему податка обкладанья и податкового законодавства. На пытанье Радео Слухачоу у Прамым эфиры отказывала перша намесник начальника инспекции по податках и сборах Республики Беларусь по Гомельской области Валентина Сытько. Зараз тяжко уявить развитие Беларуси безпрацаемкой и отказной працы податковой службы, бо от ее выника залежит стабильность и добробыт нашей державы и каждого особного ее грамадянина. Доля Гомельской области уформирования республиканского бюджету складая больше, как 10%. Плательщиками податка узявляются около 48 тысяч субъектов господарения из выше 318 тысяч жихаров региона. Зараз у податковой службе Гомельщины наличвается больше, как тысяча работников. Что дня они выполняют свою державную необходимую працу у областной и 25 районных инспекциях. За 6 месяцев 2015 года у консолидованный бюджет собрано с выше 9 триллионов рублей. Его формирование у основных может являться за кошт державного сектора экономики больше за 70% у всех податков. Остатняя доля – от малых предприемств, индивидуальных предприниманников и физичных особ. Супрационники службы отзначают – податковая культура уже хороу нашего региона, что году зрастает, однако выхование добросумленного плательщика потребует отповедной податковой дисциплины. Налоговые органы всегда стояли, стоят и будут стоять на страже государственных интересов. Мы за полугодие за счет контрольных мероприятий снизили ненаблюдаемую экономику на 705 миллиардов рублей. Но для сравнения, за прошлый год инспекция по Новобелецкому району собрала в консолидированный бюджет 742 миллиарда рублей. То есть своими контрольными мероприятиями мы практически обеспечили работу целого района. Сегодня у Гомели прошел семинар, присвеченный пытанием законодавства об охове праце. Специалистам рассказали про нововведение в этой сфере, а также отказали на пытания, которые возникают в ходе правоприменительной практики. В прошлом году в новой редакции был принят закон об охове праце в Республике Беларусь. В его вошли нормативные акты, которые регламентовали разные аспекты относин по междунаемальникам и супрацовникам, их правов и обовязкам. Однако в ходе практичного применения возникают новые пытания. До приклада, один из наибольшь спрежных тычется медицинских оглядов на предмет стану алкогольного опьянения перед початком прационной змены. С будущих новин – корректировка правил расследования нечастных выпадков на вытворчасти и профессийных захворваний. А также новая редакция правил оховой працы на Вышине. В зоне особливой уваги – нормы, которые могут иметь двоякое тлумачение. Организаторы семинара также означают корысть от зворотной сувязи. Почему для нашего министерства это интересно? Что в таком общении с теми, кто применяет законодательство, узнаешь спорные или проблемные моменты в этом законодательстве. И тогда, соответственно, вносятся коррективы для того, чтобы законодательство однозначно читалось, однозначно применялось, независимо от того, в какой организации, где работает работник. Чтобы это было все однообразно, едино и понятно для всех. Гамильчане не перестают радовать и сдиулять своими талентами. На Международном молодежном фестивале «Огонь танца-2015», который проходил в рамках Дня молоди на славянские базары, наши ребята запалили танцпляцовки, покарили публику и вернулись в родный город с пятью призовыми местами. Своими уражениями они поделились с нашим корреспондентом Верой Котляр. Фестиваль «Огонь танца» в Витебску собрал молодежный танцевальный коллектив из всех регионов Беларуси и близкого замеша. Компетентные журы вызначила лепших в пяти номинациях «Стрид-денс», «Брейкшоу», «Программа», «Латинный» и «Усходний танец». Гамильские танцоры вызначились у четырех из них. Карина и Артем с танцевально-спортивного клуба «ВИАЙП» занимаются латиноамериканскими танцами «Зацинство». Уже омаль 13 год. Три из них тренируются разом. За этот час они успели стать сребрными призерами чемпионата Беларуси. А кроме этого, показали себе на разных международных споборницах. До выступления на танцевальном конкурсе у Витебску рыхтовалися вельми серьезно. Их танец «Ча-ча-ча» принес другое место у номинации «Спортивная латино» и покарил витебскую публику. Лично я ехала в первую очередь потанцевать. Это было интересно узнать что-то новое, побывать на таком фестивале. Для нас это в первый раз. Поэтому было очень интересно просто съездить. Готовимся к чемпионату страны. Постараемся там занять попрестижнее место. Поучаствовать, возможно, в чемпионате мира или Европы. Ну и в следующем году постараемся в Витебске выступить получше. Занять первое место. Танцевальный коллектив «Ска-эмув» истнует с 2003 года. Перед тем, как поехать на фестиваль, ребята прошли областный отбор и были признаны лепшими из девяти команд, которые так само танцуют в стрит-дэнс. Постоянные удельники в уличных танцевальных батлах не только в Беларуси, но и в соседних странах стали гостями Витебского фестиваля «Агонь танца» уже в четвертый раз. В этом году они стали третьими. Тому, говорить, про сгод знову будут штурмовать танц-пляцовки Витебска. Я считаю, что в плане уровня танцоров в этом году было сильнее, чем раньше. А так, как я вижу, это уже не первый раз, то есть особо удивляться уже было нечему, но мне нравится это мероприятие. И вообще сама атмосфера в этом городе, самого этого праздника, если брать не только этот конкурс, а вообще все, что происходит в городе, по-моему, это чудесно. А кроме танцевальных досягнений, у скарбонцы гомельской молодежной делегации у Витебску так само перемога у музычном конкурсе «Битва диджея у Беларуси» и другое место у конкурсе 3D-малюнков на асфальте. Вера Котляр, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Гомельские дети подчас каникулы умают макчимость отпочить не только у летниках за городом, але и у пришкольных лагерах. У школы номер 44 города Гомеля имя Лебедева поклопотились об тем, как каникулы 2015 пройшли весело и с максимальной корыстью. Школу номер 44 не выпадково называют школой «Беражливых». Вось уже 10 годов, як тут Мэтана Керавана займаются проектом энергосберажения. С того часу тут отрымал прописку любимых героев «Вольтик», якого дети разом з наставниками придумали сами. «Вольтик» – это памятка о том, как правильно сберегать энергию. «Вольтик» – это наш друг. У опошний час у школы активно укороняюць инновационный проект организации модели установки адукации, як школы рационального энергия ресурса корыстанья. Из допомогой разнастайных мероприемств провевают детям навыки рационального ладу життя. Лето не стало таму перешкодой. Лето – это не только весело, это не только замечательное времяпрепровождение, а лето должно быть еще и полезным временем. Поэтому опытные педагоги нашей школы разработали целый ряд воспитательных мероприятий, которые не только будут интересны для детей, но и достаточно увлекательны и разнообразны по своей тематике. У гэтым годзе змена школьного лагера – тематичное энергозбережение для нас и природы. Тому все мероприемства гэтага циклу объядновываются под агульным девизом «Экалета экономична и экологична». Человек должен понять, для чего он должен экономить, для чего он должен бережно расходовать ресурсы и изменить в первую очередь самого себя, изменить свои какие-то привычки, привычный уклад жизни, сделать более рациональным, более разумным использование энергоресурсов. Так у школы заявилась и вялекая деловая гульня, у якой прымают удел усе – педагоги, выпускники школы и нават батьки. Дети разгадываются кроссворды и пишут верши, удзельничаются в викторынах и выставах, створаются листовки про ахову природы, а выкинутым на сметник рэчам дают другое життём. Из-за усёды побач сябр «Вольтик». Таким чином систематичная работа, якая наладжена у школы по пытаниях экономии и беражливости, принесла шматлики и перемоги на республиканском конкурсе «Энергомарафон». Это позволило школе заменить в окны на энергосберагающие и укоранить широк энергоемких проектов. Тамара Бялицкая, Леся Рудзянкова, Яугин Макеенко, телерадиокампания «Гумель». У «Гумели» сегодня завершились Олимпийские дни молоди Гумельской в области по Веславане на Байдарках и Каное. У спаборництвах приняли удела маль усе мацнейшая спортсмены региона 1998-99 гаду на Раджэнне. Больше за 100 удельников представляли 8 команд. Гэта с паборництвы традицина сбирают лепших юнаков и девочат. По выняках формируется сборная в области, якая отправится на республиканские Олимпийские дни. А удалое выступление там сбеспечить место у национальной команде. У першы дзень канаисты и байдарочники выявляли мацнейших у одиночцы и двойцы на 1500 метровцы. У заключны у программе была самая прэстыжная дистанция – 200 метров. Саправдным триумфатором спаборництву стала мазыранка Алина Неумяжицкая. Ее не было ровных у заездах байдарки-одиночки на усих трёх дистанциях. Рыхтовалася да спаборництву Алина сурьёзно, але такого поспеху не чакала. Конечно, эти гонки были по старшему году, но я не сильно ожидала такого результата. Думала, где-то так в серединке приехать, но показала больше. И на этом наш выпуск завершен. Доброго вам вечера и до новых встреч у эфиры.